Тренируешься, но твои мышцы не растут? Пытаешься правильно питаться, но жиры не спешат покидать твой организм? В чем причина отсутствия прогресса в твоих тренировках и отсутствия результата от грамотного, как ты думаешь, питания? Причина всему инсулин. Инсулин самый мощный анаболический гормон. Он поставляет питательные вещества мышечным клеткам и жировым клеткам. Если ты не понимаешь принципов тренинга, основных принципов питания через призму инсулина, то ты просто тратишь время попусту. Ты не умеешь направлять питательные вещества в мышечные клетки и блокировать поступление питательных веществ в жировые. Хочешь научиться этому делать, смотри данный ролик. Это первая часть из двух видеороликов. В первой части я расскажу тебе о гликемическом индексе и о гликемической нагрузке. Вполне вероятно, что ты слышал о первом и, скорее всего, не слышал о втором. А во второй части я расскажу тебе уже о инсулиновом индексе, о том, о чем ты наверняка не слышал и твой тренер тоже. А именно инсулиновый индекс важнее гликемического индекса и важнее даже гликемической нагрузки. После изучения данной информации перед тобой будут открыты все карты. Ты будешь знать, как правильно питаться, как принимать правильно спортивные добавки. Самое важное, когда это делать. И, конечно, будешь смотреть на свои тренировки совсем по-другому. Не только на силовые тренировки, но и на кардио. Вперед! Сейчас сделай звук чуть-чуть потише, потому что пойдет мощная заставка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня очень интересная и важная тема. Многие из вас, о которой даже не слышали. Но именно данная информация и ее незнание, возможно, именно то, что тормозит ваш прогресс. Хотите увеличивать мышечную массу? Хотите уменьшать жировую массу? Хотите, чтобы два вышеописанных процесса происходили одновременно? Тогда слушаем дальше. И я научу вас, как правильно тренироваться, как правильно питаться, какие добавки и когда принимать для достижения этой цели. Уверен, что заинтриговал. Так о чем же речь? Речь о инсулиновом индексе продуктов. Нет-нет, не спешите выключаться. Речь не о всем известном гликемическом индексе. Это совершенно две разные вещи. И дальше вы поймете, почему. Именно из-за непонимания этого происходит множество ошибок, и люди не получают прогресса ни от питания, ни от тренинга. Все вы знаете, что инсулин – это самый мощный гормон. Он, как волшебник, наполняет клетки питательными веществами. Мышечные и жировые клетки. А вот от того, насколько мы грамотно питаемся, тренируемся, и зависит, куда больше питательных веществ отправляет инсулин. В так нами любимые мышечные клетки, или в те клетки, которые мы все с вами ненавидим – жировые. Я уверен, что любой из вас захочет понимать и разбираться в этих процессах, чтобы управлять самым сильным и мощным гормоном, а точнее его реакцией на наши действия. Напомню, что такое гликемический индекс. Инсулиновый индекс – это показатель влияния продуктов питания после их употребления на уровень глюкозы крови, уровень сахара крови. А что же такое инсулиновый индекс? Инсулиновый индекс – это величина, которая показывает, какое количество инсулина выбрасывается в кровь при употреблении определенных продуктов. Инсулиновый индекс – относительно новое понятие, которое определяет, какое количество инсулина вырабатывает организм в ответ на порцию определенной пищи. Этот индекс отнюдь не всегда пропорционален гликемическому. Потребление большого количества пищи с высоким инсулиновым индексом может сыграть злую роль в развитии инсулин-резистентности, хотя эта связь окончательно еще не установлена. Пища с высоким содержанием жиров и протеинов стимулирует большую выработку инсулина, нежели это предполагалось. При исследовании инсулин-резистентности было выявлено, что употребление хлеба вызывает наибольший выброс инсулина среди всех тестируемых продуктов, хотя гликемический индекс хлеба далеко не самый высокий. Но что еще более интересно для нас с вами и важно, это то, о чем практически нигде не упоминается. Через какое время повышается инсулин после приема различных продуктов? Более подробно об этом мы поговорим чуть ниже. Сейчас же давайте вернемся и поговорим о гликемическом индексе. Немножечко затронем историю, это будет и интересно, и познавательно. В студенческой атмосфере в городе Торонто немного необычный и, как многие замечали, странноватый профессор Дэвид Дженкинс в 1981 году ввел понятие гликемический индекс, который впервые был упомянут в американском журнале клинического питания. Но на тот момент Дженкинс был доктором медицины и технических наук. Позже уже он добавил к этому списку еще и степени в истории и философии. С тех пор не утихают дебаты о питании, основанные на гликемическом индексе. Но практически на всех упаковках продуктов питания вы можете увидеть этот индекс в наше время. Не забывайте, что раньше все были уверены, что чем больше сахара в продукте, тем больше его и в крови. Вроде логично, но совершенно неправильно. Вот не зря я всегда говорю о том, что практики лучше теоретиков. И доктор Дженкинс, будучи именно больше практиком, нежели теоретиком, отходит к вопросу сугубо с практической стороны. Набираются добровольцы, которым скармливаются различные продукты питания для диабетиков, естественно, замеряя уровень сахара крови до и после. Все это проходит на кафедре питания в универе Торонто. Все это делается с группой лаборантов и успешных студентов, естественно, по всем законам научного эксперимента, в ходе которого выявляются неожиданные факты. Вот только вдумайтесь, пиво, оказывается, в 6 раз больше влияет на уровень сахара крови, чем фруктоза. В 6 раз. Тост из белого хлеба, который так любят все американцы, без исключения есть на завтрак, влияет на этот уровень в 2 раза больше мороженого. Это немыслимо, но это были факты, полученные практическим путем при научном эксперименте. Но наша официальная медицина долгое время смотрела на это скептически. Дело доктора Джекинсона подхватывает еще один незаурядный человек, дипломированный экономист и политолог, работающий в отделе кадров фармацевтической компании Мишель Монтиньяк, который всю жизнь страдал от излишнего веса и безуспешно боролся с ним. Естественно, Мишель схватился за новую идею, за соломинку. И, о чудо, после стольких лет безуспешной борьбы с лишним весом, он за три месяца скидывает 16 килограмм. А это очень прилично, только за счет изменения привычек в питании, беря за основу гликемический индекс. Довольный Монтиньяк выпускает книгу «Ужинаем и худеем», которая в 1986 году имеет огромнейший коммерческий успех. А уже в 87 году выпускается еще один его труд «Ем значит худею», который расходится в 40 странах мира с 16 миллионным тиражом. Естественно, появляется новая налаженная бизнес-модель, которая приносила огромные деньги. Естественно, продолжаются и исследования. В 1990 году гликемический индекс занимает свою прочную позицию в вопросах похудения и питания, рядом с калорийностью. Гликемический индекс отражает способность еды повышать уровень сахарокрови, что автоматически отождествляется с попаданием глюкозы в кровоток. Но последние исследования показывают, что не менее важно исчезновение глюкозы из кровотока. Чтобы вы понимали, что гликемический индекс не так уж и важен в отношении еды, приведу следующий факт. Низкий гликемический индекс отрубей связан с тем, что инсулиновая волна убирает глюкозу из крови быстро, а не с тем, что глюкоза медленно попадает в кровь. Не спешите запутываться, пока все просто и понятно. Если есть сомнения, просто послушайте еще пару раз то, что я вам говорил раньше, чтобы понимать дальнейший ход мыслей. Я подожду. Конечно же, гликемический индекс важен. Но смотрите, как проходят исследования. Человеку после ночного сна натощак дают какой-то конкретный продукт. Изолировано. Но эта ситуация не отражает наши реальные привычки в питании. В действительности мы не так питаемся. Хотим мы того или нет, но у всех у нас в желудке болтаются остатки предыдущих приемов пищи. И это резко меняет картину. Особенно с углеводами. А сочетание с другими нутриентами меняет все кардинально. И очень сложно предсказать как. Сочетание различных пропорций поступающих нутриентов с пищей, которую мы едим, белки, жиры, углеводы, будут в реальности давать разный гликемический индекс. И в зависимости от множества вариантов, в какой пропорции каждый раз будут поступать БЖУ, столько же вариантов гликемического индекса и будет. Предсказать это просто нереально. Вот информация, которая вам пригодится точно для понижения гликемического отклика при приеме углеводов. Повышенная кислотность, жир, клетчатка, белок. Но вот более спелая и измельченная еда, высокие температуры, наоборот, повысят этот отклик. И гликемический индекс продукта повысится. Как, к примеру, у замороженного мороженого отклик будет ниже, чем у растаявшего. У вареной свеклы и моркови он значительно повысится по сравнению со свежей. Давайте перейдем к действительно сложным вещам. Помимо гликемического индекса есть еще и понятие гликемическая нагрузка, которая отображает количество углеводов на единицу объема, проще говоря, на порцию. И гликемическая нагрузка не всегда прямо пропорциональна гликемическому индексу. Для примера возьмем арбуз, у которого гликемический индекс равен 72, что является высоким показателем, и поэтому многие худеющие убирают его полностью из своего рациона, совершая ошибку. Ведь гликемическая нагрузка у арбуза низкая, всего 4 грамма углеводов на 100 грамма арбуза. Такое несоответствие между гликемическим индексом и гликемической нагрузкой мешает грамотному пониманию и составлению рациона питания для определенных целей, будь то похудение или набор мышечной массы. Люди просто путаются во всех. Ведь это несоответствие гликемического индекса и гликемической нагрузки у моркови с картофелем и даже со спортивными напитками. Выводы, сделанные на основе однократного приема пищи, показывают, что пища с низким гликемическим индексом насыщает лучше. Но все, кто ел белый рис, хлеб, картофель, которые имеют очень высокий гликемический индекс, помнят, какое чувство насыщенности дают эти продукты. Одно из исследований вообще показало, что те, кто ел продукты с низким гликемическим индексом, имели чувствительность, резистентность к инсулину ниже, чем те, кто получал продукты с высоким гликемическим индексом. Как бы парадоксально это ни звучало. Долговременные исследования гликемического индекса и насыщаемости очень часто противоречивы. Когда мы пытаемся контролировать поступление продуктов, основываясь на гликемическом индексе, мы пытаемся таким образом контролировать выброс инсулина. Не осознавая, что гликемический индекс и инсулиновый опек часто даже не соотносятся друг с другом. К примеру, у молока и йогурта гликемический индекс низкий, 15-36, где-то так. А выброс инсулина после их приема такой же, как после приема белого хлеба с высочайшим гликемическим индексом. У тушеной фасоли с низким гликемическим индексом очень высокий инсулиновый индекс. А сыр, рыба и говядина в этом могут посоперничать со многими углеводными продуктами. Если вы съедите углеводы вместе с жирами, то тем самым вы замедлите выброс глюкозы в кровь, снижая гликемический индекс. Но инсулиновый отклик такого сочетания будет зависеть от насыщенности жира, да и от того, быстрым или медленным был сам углевод. Вот почему самые страшные с точки зрения накопления лишнего жира нашим организмом являются картофель фри, пончики и круассаны, печенье и конфеты с тортами. А картошка со сливочным маслом, еще хуже спредом или маргарином, вызывает бешено мощный инсулиновый отклик у любого человека. Быстрые углеводы плюс насыщенные жиры равно 100% прибавка в жировых отложениях, что бы вы ни делали, как бы вы ни тренировались. Добавление в пищу от 40 до 80 грамм оливкового масла не особо увеличивает инсулиновый отклик. Но если вы добавите 50 грамм сливочного масла, это вызовет мощнейшее увеличение. Я выше уже выделил, что углеводы в сочетании с насыщенными жирами вызывают самое мощное повышение уровня инсулина крови. Но вот если вы добавите к углеводам ненасыщенные жиры, инсулиновый отклик понижается. Мы все с вами уже знаем факт, что добавление белковой пищи к углеводной понижает гликемический индекс, но инсулиновый отклик снижается не всегда и может даже значительно его повысить. Синергический эффект творога и глюкозы повышает инсулиновый отклик, хотя по отдельности, особенно творог, этого не делает. Так насколько же реально связан гликемический индекс с набором жировой массы тела? Исследований на эту тему достаточно. И как минимум 50% из них показывают, что низкий гликемический индекс продуктов помогает лучше и быстрее насыщаться и снижает чувство голода. Это приводит к уменьшению порции последующего приема пищи, а другие 50% не показали вышеперечисленных результатов. Вроде ситуация спорная, но на самом деле 50% людей получили пользу, а другие 50% не получили, но и хуже им не стало. Так что мое личное мнение, что перенебрегать гликемическим индексом не стоит, и это может реально вам помочь, особенно на первых порах вашего похудения, привычек в питании и образе жизни в целом. Гликемический индекс помогает нам оценивать влияние различных продуктов после того, как мы употребили их в пищу. Хотя научных данных, подтверждающих преимущество пищи с низким гликемическим индексом над высоким, в плане ожирения нет, но понимание этих процессов на 1000% поможет целенаправленно использовать продукты для повышения скорости восполнения гликогена после тренировки. Не стоит забывать, что на все вышеперечисленное напрямую влияет современная обработка продуктов пищевой промышленностью. Приведу пример с картофелем для четкого и полного понимания всего вышесказанного. Все мы с вами знаем, что у картофеля очень высокий гликемический индекс, и поэтому мы избегаем его употреблять в пищу, особенно на этапе похудения. Для сравнения, гликемический индекс картофеля равен 65, это в вареном виде, в то время как у мороженого гликемический индекс равен 52. Понимаете, да, разницу? Но важно понимать, что натуральные продукты имеют уникальный пищевой профиль, от которого можно и нужно получать пользу. Если мы с вами съедим вареную картошку и ничего больше, то это хорошо и полезно, и никакого накопления жира не будет, ибо инсулину просто нечего откладывать. Но как только мы добавим селедку или пожарим картошку на масле или сале, или съедим чипсы, весь жир из дополнительных продуктов отправится прямиком в жировое депо, где успешно будет складываться и накапливаться. Но кто из нас ест картофель вообще отдельно от чего бы то ни было? Никто. При таком раскладе наша суточная калорийность уже отходит на второй план. Ибо срабатывает закон, резкое повышение сахара крови вызывает выброс инсулина, который успешно утилизирует жир в жировое депо. Теперь вы понимаете, почему я не считаю БЖУ и не советую это делать своим ученикам и друзьям, а обращаю внимание на действительно важные вещи, влияющие на все процессы в организме. Считается, что белки и жиры сами по себе обладают практически нулевым гликемическим индексом. Другими словами, не влияя на содержание сахара крови и выброс инсулина. Но в сочетании с пищей, у которой повышенный гликемический индекс, превращаются просто в инсулиновые атомные бомбы, повышая сахар крови либо мгновенно, либо в ближайшей перспективе. Это касается жиров в большей степени, нежели белков. Если смотреть на похудение через призму всего того, что мы с вами сегодня узнали, то раздельное питание выглядит весьма перспективным. Именно недопонимание этих важных деталей приводит к тому, что люди начинают есть мало, лишая себя полезных и необходимых нашему организму для здорового и полноценного существования веществ. Но при этом не худеют. Именно это является причиной большинства неудач в достижении поставленных целей. Прекращению даже попыток правильно питаться и заниматься физической культурой, снижая качество и продолжительность жизни. Человек начинает винить все и вся вокруг. От плохих генов до широкой кости. А фитнес-индустрия только еще больше вносит путаницы во все это. Вот теперь мы с вами переходим к инсулиновому индексу, который реально поможет нам похудеть, набрать мышц и просто выглядеть лучше, чувствуя себя хорошо и здорово. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Не спеши посыпать голову пеплом. Не так все страшно и сложно, как тебе кажется. Изучи несколько раз данное видео. А если тебе сложно воспринимать информацию на слух, то на моем сайте HM Gym ты найдешь эту информацию в виде статьи. Также на этом сайте есть все мои другие статьи и видеоролики. Не пропусти. Не пропусти вторую часть, где я буду говорить об инсулиновом индексе. Именно она раскроет перед тобой все карты. Ты научишься самостоятельно понимать, разбираться во всех хитросплетениях диет, любого питания, спортивных добавок. И, конечно же, как правильно и грамотно тренироваться. Что такое кардио? Нужно оно или не нужно? Увидимся во второй части.